Достаточно неплохой и известный производитель, в том числе Омега-3, торговая марка Салгар с 1947 года. Насколько я понял, у них производство, зарегистрирована данная торговая марка, и они производят различные вкусняшки, в том числе и Омегу-3. Здесь дозировка 700 мг и содержит 2 аминокислоты. Вот они перечисляются. Достаточно сложное для меня произношение, поэтому я не буду коверкать ваш слух и свой язык. 30 капсул, нету глютена, еще чего-то в составе данной биологической активной добавки. Производство Салгара расположено в Соединенных Штатах Америки. Но я, в принципе, склонен более доверять импортным лекарствам, в том числе не только лекарствам, но и подобной продукции. Потому что отечественному производителю в силу определенных причин как-то веры особо нету в данном плане. Кстати, у них на сайте и в аннотациях данного продукта, который вы можете купить в аптеке, а дешевле будет, если вы закажете по приложению. Мне обошлось это в 1150 рублей, вроде ли, в 1119. Заказал в аптеке от склада, а в сети Планета Здоровья аптеки, там это дороже. Рублей на 250-300. Данная дозировка именно. Бывает 700 миллиграмм, 950, если не ошибаюсь, и 1300. Именно омега-3. Мне лично омега-3 помогает, я пил другого производителя, но ощущается увеличение, по таким субъективным ощущениям, работоспособности. Меньше устаешь, как-то голова быстрее крутит. Ну, это импортное лекарство. Вот здесь разъяснение небольшое имеется. Сейчас попробую выключить подсветку, чтобы, может быть, виднее будет, сколько чего содержится. Но тут состав, посмотрите, это на две капсулы. Камера сфокусироваться не может. Да, видите, ЭПК, ДГК, если не ошибаюсь. И указаны две капсулы, вот здесь написано. Поэтому 720 и 480. Витамин Е, чтобы не было прогорклости и окислительных процессов. Состав рыбий жир. А что я забыл сказать, указано, если на наших производителях не очень дорогих, откуда омега-3, океанические породы рыб. То здесь на сайте указано, именно из каких рыб добывается. Там еще подразделяется, не буду тоже коверкать ваш слух и язык, омега-3 по составу именно полинасыщенных жирных кислот. Вот этот состав, он искусственная обработка натуральных компонентов. А есть то, что действительно без обработки присутствует в рыбьем жире. И вот то, что без обработки, это в большинстве случаев в жидкой форме, бывает и в капсулах, и стоит дороже. Вот это с искусственной обработкой. Там что-то с молекулярным составом омега-3 происходит. И вот у данного, а у Салгара вся вот такая искусственная обработка, там слова достаточно сложные, не буду сейчас вспоминать и произносить, то у омеги-3 они все вот с этой искусственной обработкой. И она по исследованиям такой же, в принципе, положительной, да не в принципе, имеет воздействие и положительный результат при приеме на организм человека, но просто усваивается процентов на 40-50 дольше, чем где-когда имеется натуральный состав. Давайте посмотрим баночку. Вскроем. Она в темных тонах, чтобы не было воздействия дневного солнечного света на имеющиеся внутри капсулы. Сейчас я вскрою и посмотрим с вами, что она из себя представляет. Состав, посмотрите, на одну капсулу 700 миллиграмм. То, что указано на упаковке и вот этой кислоты ЭПА 360 миллиграмм, а другой кислоты ДХА, тоже трудное слово, 240 миллиграмм, тут калории. В общем, если вы купите дозировку, которая будет меньше не 700 миллиграмм, а, допустим, 300, в этом ничего страшного нету. Просто вам придется больше капсул съедать в течение дня для того, чтобы достигнуть рекомендуемый порог. Но, в принципе, считается в разных источниках от 700 миллиграмм в день до 1400. Может даже и больше, если имеется необходимость в принятии такой активной добавки. Если у вас дозировка в миллиграммах омеги-3 поленасыщенных жирных кислот меньше, и вы съедаете больше капсул. Чем больше капсул съедаете, тем больше к вам жира поступает. Что тоже не есть в определенных случаях хорошо. Поэтому предпочтительно покупать, где дозировка побольше. 700, 950 и так далее. Но в этом, если меньше дозировка, ничего страшного, так же нету. Ну, вот, в принципе, и все. Свободно от глютена, сахара и так далее, и тому подобное. Вот где-то здесь про рыбу было написано. Видите, фиш ойл, желатин. В общем, тогда и тому подобное. Про рыбу, из каких она добывается. Но не будем дальше искать. Открываем баночку. Вот она, салгар. Завершего дня начну. Тоже, смотрите, все запаковано. В баночке все. В блистерах пластиковых. Сейчас, минуточку, сдираю. Все как красиво сделано. В принципе, я планирую употреблять по одной капсуле в день. Посмотрим. Можно и по две. Баночка стеклянная. Сейчас деру до конца. Запах. Да, что-то такой. Чем-то, знаете, в отдалении напоминает сушеную рыбу. Но это, может, не кажется. И просто запах. В блистере ты это не почувствуешь. Потому что вот то, что я употреблял именно в блистере, там отдельная капсула запакована. То здесь они все вместе. Естественно, может быть, запах какой-то концентрируется. Ну, нормально, в общем. Будем принимать. Омега-3. Продолжение следует.